Народное Славянское Радио Проснись и слушай Здравия всем слушателям и зрителям канала Народное Славянское Радио Сегодня я хочу вам рассказать о пирамидах золотой пропорции Не гоже такому мощному инструменту исцеления, физического и даже духовного Оставаться без внимания Пирамиды издревле строились и применялись во многих областях В ведах можно найти вот такую схему расчета угла наклона крыши Окружность делится на 16 частей и в соединении с верхней точкой образуются углы Два самых острых угла на рисунке, они розового и серого цвета Применялись для капечных крыш, то есть угол пирамидальной крыши Кардинально изменяет свойства пространства под ней А золотая пропорция это применение числа фи, которое равно 1,618 И выведено оно из ряда фибоначчи Я около 15 лет изучаю этот вопрос и выяснил, что пирамида своим эффектом формы Ускоряет и уплотняет эфирный поток и создает чистое информационное поле внутри Она способна задавать воде особые свойства При воздействии на семена сельхозкультур перед посевом Значительно увеличивать урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям Ну и самое главное это исцеление человека Вот такое поле вращается вокруг человека Такое создает Земля и все другие планеты Такое поле у Солнца А вот такое у всей галактики Пирамида, ориентированная гранями север-юг Создает вокруг себя точно такое же тороидальное поле Магнитный поток север-юг проходит через заряженные статикой стенки пирамиды Образуя зигзаг на рисунке и стрелке красного и синего цвета Это приводит к турбулентным завихрениям перед и за пирамидой Затем сила кориолиса Это вот когда вода из раковины вытекает То она обязательно вытекает в слив вращаясь Заставляет эти завихрения вращаться вокруг пирамиды Образуя тороидное поле Нижняя треть пирамиды Это активная зона Зона уплотненного эфира В этом месте вход потока Здесь всегда избыток энергии Верхняя треть пирамиды Мертвая зона Зона недостатка эфира Отсюда выходит поток Забирая с собой энергию Поддерживающую любую болезнь Буквально выбивая у патологии почву из-под ног Мертвая зона очищает Живая вдыхает в избытке саму силу жизни А это резонансная картина процесса внутри пирамиды Она, кстати, объясняет происхождение статического заряда и ее граней Вибрация Земли или резонанс Шумана запускает в пирамиде пять волн Выходящих из четырех объемных углов при основании и одного из вершины Эти пять волн встречаются в центре пирамиды на высоте одной трети В зоне уплотненного вихревого эфирного потока Производя заряды В пирамиде Хеопса в этой точке стоит гробница И этот процесс усилен пятью этажами из кварцевых плит Которые подвергаются постоянной микродетонации И пьезоэффект вырабатывает колоссальное статическое напряжение Заряд это признак массы, поэтому все заряженные частицы, имея больше вес Раскидываются центральным вихрем, как центрифугой, по стенкам пирамиды Проходят по спиральной траектории до вершины и вливаются в тероидальный поток снаружи Поддерживая и ускоряя его вращение Часть заряженных частиц срывается с тора и выстреливает строго вверх на огромную высоту Образуя вихревую трубку Стенки этого вихря из заряженных частиц выполняют роль защитной брони Для информационного потока внутри этой трубки Который по законам имплозии Виктора Шаубергера Движется в обратном направлении, то есть вниз в пирамиду Таким образом получается соединение внутреннего пространства пирамиды С информационным слоем планеты, в котором содержится вся информация Земли с момента сотворения Причем эта информация защищена заряженными стенками вихря От искажений низших околоземных слоев последствий ночи сварога Этими процессами объясняется чудесная способность внутреннего пространства пирамиды Приводить все к первозданному виду, прямо по проекту создателя Лет 12 назад у меня в городской квартире была пирамида из стекла высотой чуть больше метра Как-то положил в нее полусгнившие зеленые помидоры Через пару дней заметил изменение цвета загнивших участков На ощупь они оказались затвердевшими Затем помидоры начали краснеть Дождался полного созревания и разрезал один помидор Одна треть вокруг места крепления ветки была абсолютно обезвожена и имела белый цвет Крошилась прямо как пенопласт А в остальном это был спелый обычный помидор Все растения для борьбы с гнилостными бактериями и болезнями выделяют свой антисептик Это их иммунный ответ Поэтому гниль была уничтожена в форсированном режиме Что же касается обезвоженной его области Помидор питался соком из ветки, которая уже не существовала Как будто он все еще растет на материнском растении На заплесневелом куске хлеба в пирамиде за 10 часов Выросли строго вертикальные белоснежные нити плесени Длиной 5 сантиметров Чем-то напоминало песцовый мех Подвешивал подгнившее яблоко в мертвую зону Это верхняя треть Получилась обезвоженная мумия, которая практически вообще ничего не весила То есть в ней не было воды абсолютно Кристаллы соли, выращенные в пирамиде, имели правильную граненную форму И достигали размеров до 9 миллиметров Даже пузырьки воздуха, я их через микроскоп разглядывал Имели вытянутую форму и располагались строго вдоль граней В Германии уже давно применяют эффект формы для литья высококачественной стали После заливки в форму она накрывается пирамидальным куполом И сталь кристаллизуется уже под воздействием тероидального поля Получается сталь с идеально упорядоченной структурой Без единого дефекта зерно к зерну Во многих народных сказках исцелялись живой и мертвой водой Сейчас популярно производить живую и мертвую воду с помощью электролиза Это ошибка, потому что электролиз разделяет воду на кислотную и щелочную Это чисто химия, эфирная составляющая здесь мало играет роли С помощью пирамиды можно производить живую воду с максимально уплотненным эфиром Которая благодаря своей активности проходит сквозь живые клетки Вымывая все шлаки и токсины И привносит в клетки энергию тот самый эфир, которым живая вода перенасыщена Такая вода способствует ускорению регенерации В мертвой воде напротив эфир разрежен, разуплотнен, поэтому она обладает втягивающим эффектом – имплозией Такая вода останавливает воспалительные процессы, убирает боли и является сильнейшим антисептиком Она как губка впитывает и выводит наружу энергию любой патологии и является единственным универсальным целителем Фармакология же в основном убирает симптомы недуга и калечит организм в целом Химия есть химия, отравление с ней неизбежно Вокруг египетских пирамид обнаружено большое количество ниш по форме и размерам, очень напоминающих ванны У меня нет сомнений, что египтяне для исцеления принимали ванны из мертвой и живой воды И погружали в них семена перед посевом Для производства пирамидальной воды в больших количествах вовсе не обязательно затаскивать цистерну в пирамиду В 2002 году группа российских ученых проводили эксперименты со стеклянной пирамидой и выяснили Что если из ведра с водой набрать стакан и активировать этот стакан воды в пирамиде То вода в ведре, находясь даже вне зоны влияния пирамиды, активируется сильнее, чем в стакане Они назвали это эффектом разделенной воды Вода с изначально единой информацией и структурой при разделении на порции сохраняет тесную связь И изменяются эти порции вместе В позапрошлом году я побывал в пирамиде под городом Осташков Сделанной Александром Голодом из белого цемента 22 метра высотой Смотритель пирамиды рассказал, что ради эксперимента поднимался в мертвую зону Где благополучно стерилизовался от всей своей внутренней микрофлоры Благо он провел в этой зоне немного времени, да и потом находился внизу, то есть в активном пространстве Через неделю его микрофлора восстановилась Я посидел в этой пирамиде 20 минут в кресле по центру основания И завибрировал живот Такое вот бывает, когда выпьешь чаю пуэр или энергетика Тело переноситилось эфиром энергии Потом меня покусали комары после дождя Мы там немного порыбачили рядом речка Вот И рыбачил я в футболке Все руки изгрызли И я решил применить этот избыток энергии для излечения укусов Просто провел по укусам рукой с намерением не чешись И через 10 минут от укусов следов не осталось Я честно сам глазам своим с трудом поверил Где внимание, там энергия и информация То есть наше намерение Самая серьезная ошибка в использовании пирамид Это пренебрежение влиянием оператора Как это называют ученые Бесполезно просто постоять в пирамиде Энергии нужно задать вектор Наши намерения и мысли в пирамиде Воспринимаются реальностью максимально серьезно и буквально Давно не секрет, что болезни это физическое отражение внутреннего конфликта То есть мы сами собственноручно создаем свои болезни и проблемы Любая патология вызывается искажением энергоинформационного потока Искажение образует или избыток, или недостаток его циркуляции Это называют психосоматикой Можно найти в интернете таблицы Луизы Хей, Владимира Жикаренцева или Лиз Бурбо В которых описаны внутренние первопричины многих болезней В работе с пирамидой понимание сути недуга просто необходимо Потому что если ошибка мировосприятия не будет устранена То в скором времени болезнь возобновится То есть исцеление окажется медвежьей услугой Кстати, для потока в пирамиде нет никакой разницы между диагнозами Будь то насморк или рак Вся разница только в нашем мировосприятии Если я уверен, что болезнь неизлечима И в этом меня убедили врачи Значит так тому и быть Необходимо хотя бы на несколько минут Почувствовать себя абсолютно здоровым и сильным Даже несмотря на болезнь Когда я задумался, как перед посещением пирамиды Настроить человека на ощущение здорового тела То вспомнил, как в детстве ходил на секцию прыжков на батуте Это было просто ни с чем не сравнимое Ощущение легкости, полета, свободы Просто щенячий восторг И вот решил, когда появится возможность Обязательно поставлю возле пирамиды большой батут Еще в пирамиде можно нейтрализовать Свой внутренний психологический конфликт Негатив какой-то давней ситуации Который преследует в настоящем А мешает полноценно жить Дело в том, что конфликт может быть пересмотрен и обесточен При помощи мыслей и эмоций С таким же или даже большим энергопотенциалом Чем в момент его возникновения У Владимира Жикаренцева есть метод решения таких проблем С помощью надувного шарика Нужно просто мять шарик в руках с нарастающей силой Обдумывая конфликт из прошлого И чем глубже человек погружается Вживается в ситуацию из прошлого Тем сильнее он сжимает шарик И в какой-то момент шарик неожиданно лопнет И вот этот испуг даст всплеск энергии Которого достаточно для нейтрализации этого конфликта А в пирамиде энергия потока всегда гораздо сильнее энергии любого конфликта Достаточно только вспомнить, обдумать и переосмыслить ситуацию из прошлого Породившую конфликт, находясь внутри пирамиды Теперь немного о грустном расскажу Основной объем продукции растительного происхождения во всем мире на данный момент является генетически модифицированным Так как трансгенные продукты якобы более устойчивы к болезням, гниению и неблагоприятному климату Независимые исследователи влияния на здоровье человека таких мутагенов В один голос говорят, что ГМО неизбежно приводит к бесплодию и онкологии Даже те, кто утвердил о безопасности ГМО Сейчас признаются, что все свои заключения они писали под давлением заинтересованных лиц И если разобраться в информационной составляющей ГМО То получается совсем прискорбная картина Химера типа помеси носорога с картошкой Производит вибрации, несовместимые с земными То есть главный посыл такой химеры Меня не должно существовать на этой планете И употребляя такую информацию с пищей Мы запускаем смертельный механизм самоуничтожения Ну отсюда и логичные последствия И просто к сведению Американское правительство уже на законодательном уровне Утвердило закон, разрешило генетическую мутацию рыбы Так что на рынке уже давно присутствуют еще более страшные мутанты Но постарайтесь переварить эту информацию без негатива В сторону этих безумных властимущих Дело в том, что наш негатив поддерживает и питает их безумие Просто постарайтесь заменить проклятия в их адрес на сострадание Ведь они самые больные люди на земле Искра Божья в них уже давно не просвечивает сквозь лярву и горы зеленых фантиков Есть такой закон наложения частот Высокая частота, в нашем случае сострадание, встраивается в низшую И доминирует как более энергоемкая и соответственно более сильная Потому что резонирует с нашей высшей духовной сутью Гнев и проклятие же, напротив, срезонируют с их подобными низкими вибрациями Приумножат их и еще больше замусорят информационное поле Земли Я предлагаю послать в их адрес мыслеформу типа До исцелиться и очиститься ваш разум Думаю, что такое намерение имеет шанс пробить тьму в их душах Известно, что генетическая модернизация сельхозпродукции Заменяет 5 лет кропотливой селекции Так вот, добиться хорошей урожайности И вырастить устойчивые к суровым условиям здоровые продукты Можно просто, подержав несколько часов семенной материал перед посевом в пирамиде Или же поливать культурой активной пирамидальной водой Благодаря помощи Народного славянского радио У меня появилась возможность донести эту информацию до вас Я хочу предложить вам принять участие В полномасштабном практическом изучении возможности пирамиды Для ее строительства потребуется сумма около 300 тысяч рублей И помощь спонсоров мне очень поможет Если у вас есть желание и возможность оказать финансовую поддержку в строительстве пирамиды Вот номера моих счетов Думаю, вы понимаете, что контроль инвесторов, ожидающих прибыль для такого дела, абсолютно недопустим Заранее благодарю всех, кто упростит мне задачу и ускорит дело Очень даже может быть, что, помогая мне, вы поможете многим Все результаты по работе с пирамидой я буду записывать на фото и видео И передавать Народному славянскому радио Я уже приобрел участок достаточной площади для пирамиды И для огорода вокруг нее И дом, в котором вы сможете остановиться, пообщаться со мной Повзаимодействовать с пирамидой после завершения ее строительства Я собираюсь разделить участок на несколько зон и посадить на них одинаковые семена Одна зона выдержанная в пирамиде семена Вторая будет поливаться только активной пирамидальной водой Ну и третья контрольная зона Ну вот в основном и все, что я хотел вам рассказать о пирамидах Храните род, берегите землю, держите небо Ну и живите по чести, чтобы ехать не исцеляться в пирамиде А просто ко мне в гости в деревню Окунево на пуп земли Благодарю за внимание, всего вам доброго Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok